Здравствуйте, дорогие девушки! Сегодня у нас с вами очень необычный, очень мистический расклад. Мы посмотрим, как могут проявляться ваши эзотерические способности, ваши, может быть, способности к угадыванию снов, может быть, вам дар породы предался. То есть мы посмотрим, в чем же вы необычные, как это может проявляться у вас. Как мы будем работать? Я выбрала 8 вариантов очень мощных таких магических архетипов из колоды архетипа и тени. Вы можете интуитивно выбрать для себя как раз вот вариант, который вам нравится. Они все, конечно, одинаковые, но вот интуитивно, может, цифры, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У нас обязательно будет тайм-код, и вы можете прям смело просматривать свою позицию. Если вы считаете, что вы просто верховная жрица, просматривайте все 8. Может быть, вы просто своих знакомых узнаете, да? Я не против. Как мы вообще построим наш расклад? Я уже сказала, что это вот цветовые стороны, но они всегда не проявляются правильно, да? Потому что бывают такие истории, когда я вот вроде чётко понимаю своё предназначение, но что-то мне мешает. И вот что мешает реализовать предназначение, как раз нам поможет тёмная сторона колоды архетипа и тени. Я прям дам вам очень чёткий расклад, что нужно сделать, чтобы эти способности у вас открыли, что вам мешает открыть эти способности. Знаете, вот я сейчас вот, ну, меня немножко сейчас мурашками пробивает, потому что я этот расклад, ну, понятно, что индивидуальный достаточно часто делаю в оффлайн, да? И всегда вот после того, как человек вообще вот, ну, понимает своё предназначение эзотерическое, и оно действительно начинает открываться, да? Происходят такие случаи, когда, ну, всё, человек уже встаёт на свой путь, вот, правильный. И, ну, я могу сказать, что ко мне медиумы приходили, которые не понимали, что они медиумы, да? Была у меня девушка, которая долгое время хотела лечить руками, да? Но она себе это не разрешала, она вообще там в туристическом бизнесе работает, там, руководителем большим. То есть ещё же такая история бывает, что мы пока не заработаем, например, деньги, да? Мы для себя, да? Мы не задумываемся о неком эзотерическом предназначении, потому что первично материально у всех по-разному, да? У кого-то вообще на пенсии открывается, у кого-то в 15 лет она уже знает, да, кем она будет. Давайте смотреть, что с вами, да? Если уж вы попали на этот расклад, вероятно, что-то с вами такое интересное происходит, чему вы сейчас на данный момент не можете найти объяснение. Начиная с первого расклада, да? Кто меня сейчас может просматривать? Смотрите, девочки. Если вы хотите развиваться в эзотерической сфере, ваша история, знаете, она... Сейчас я расскажу несколько вариантов, и вы сейчас не пугайтесь, но один из ваших путей — это чёрная магия. Но чёрная магия не в том плане, что там какая-то жесть и чернуха, да, а именно это, ну, как бы магия, которая работает на нижних чакрах, да? Это может быть сексуальная магия, это могут быть, кстати, отличные торологи, у которых хорошо будет получаться работать как раз на там оракульных колодах, на отёмных колодах, на, допустим, это Таро Монара, там Таро Наслаждение, да, всё, что связано с сексом, там, с деньгами. И вот здесь вот смотрите, какая ещё очень интересная история. То есть, ну, это один путь. То есть, вы вполне можете в этом развиваться, ничего плохого в этом нет, потому что мы сами прекрасно понимаем, что мы все несем ответственность, да? Самое главное там не подключить, не нацеплять никаких, соблюдать технику безопасности. Как ещё может это проигрываться? Это может проигрываться ещё, вот знаете, как говорят, где внимание, там энергия, да? То есть, куда бы человек ни пошёл, он начинает вокруг себя, соответственно, что-то вот формировать там, да? То есть, если мы говорим о том, что вы действительно хотите пойти по эзотерическому пути, то как раз вот вы та ведьмочка, которую вот Ковин вокруг себя такое, знаете, сформирует своих единомышленниц. Вот какие-то, знаете, такие тусовочки. Вот это вот как раз тоже такая история. Это, опять же, могут быть традиции веканские. То есть, это могут быть какие-то, знаете, такие... Сейчас у меня ещё информация немножко пошла, что это же ещё и рунологи-то, в принципе, могут быть. Это девочка, которая работает с рунами. То есть, смотрите, там, где какие-то жертвоприношения, там, где связаны с землёй, ну, жертвоприношения даже не обязательно, да, означает, что нужно чёрного там козла там зарубить в полночь. Нет, ну, то есть вот эти вот, все вот эти истории, когда нам нужно, может быть, где-то откупиться там, да, где-то дать что-то высшим там силам, ещё это вот как раз ваша история. Это же ещё, знаете, что может быть? То есть, жречество, да, когда вот, допустим, жрица какого-то культа, это тоже вот ваша история. Ну, добытчик вообще вот сам по себе. И, ну, знаете, наверное, не совсем тут жречество. Оно может быть, но в меньшей степени, это если вы сами уже там дальше пойдёте. Давайте я посмотрю, он прям мне уже начинает фонить вот эта история, и я посмотрю, что мешает реализовать её, да, может быть, страхи какие-то внутренние, может, запреты, может, запреты рода, кстати, могут очень хорошо проигрываться. Специально, знаете, бывает такое, что отрубают. Здесь не верю в свои силы, потому что здесь действительно раб. Здесь ещё такая история, может быть, знаете, когда девочка не совсем сильный таролог, да, она начинает работать, например, с тёмными колодами и цепляет под ключики. И в какой-то момент просто ей страшно становится, она дальше в эту историю не идёт. Вот здесь вот такое действительно может быть, ну, не совсем сильная энергетика, понимаете, по этой позиции. Здесь человек сам себе не знает, она ещё действительно себя не открыла. Ну вот вы по первой позиции, вы себя не открыли. Вы можете только ловить, знаете, вот какие-то импульсы, что вот это моё, вот это у меня получается. Вот, потому что здесь инициация вообще не произошла. Здесь нет внутренней силы, здесь нет такого, что вот, ну, опять же говорю, что вот вы плотно там в традиции или ещё нет, здесь этого нет, здесь вот только пока начало, да, пока вот вы как-то пытаетесь выйти там на этот путь и понять вообще, да, что вы из себя представляете, да, и почему вас туда тянет. Вот, ну вот это как бы карта говорит о том, что нет пока внутренней энергии, да, очень сильно этом позиции жертвенности, тоже опять же, не хватает ни сил, ни намерений, и ещё есть, конечно, внутренний страх, да, да, и ещё знаете, какой страх может быть, слушайте, прям очень говорящая позиция, здесь ещё может быть страх принадлежать какому-то эгрегору религиозному, такая тоже история может быть. Не могу пока сказать, откроет или не откроет вам это всё, слабенькая пока, правда, рано ещё, но очень хороший потенциал, хороший потенциал там на плотных очень энергиях. Ну вы точно как-то с землёй, с такими, с низами. А вот тут, знаете, вот по второй позиции, вторая позиция, простите, забыла сказать, вот это была первая позиция, а сейчас у нас вторая позиция. Вот, вторая позиция, здесь о чём мы можем говорить? Это опять же могут быть там культы земли, но в отличие от первой позиции, здесь немножко, вот как сказать, более, может быть, высоких энергий чуть больше. Знаете, я вот этот архетип вытаскивала очень такой классной ведьме, который ретриты сейчас ведёт на Бали, насколько я помню, Бали, там Шри-Ланка, и она действительно вот такая вот мать-земля. О чём это может говорить? Во-первых, это может, кстати, говорить о материнстве, о том, что там много детей, и, соответственно, и женщина обретает как раз свою силу после того, как она детей рождает, то есть вот у неё, ну, она, там, третий глаз не открывается ещё, может быть, там дар видения и так далее. Здесь как раз раскрытие дара происходит через материнство, через вот такие вот инициации. Чтобы понять, кто вы и что вы, здесь же ещё может шаманический дар быть по вот этой позиции. Можно в лес ходить, да, можно там с травами как-то общаться. Ну, то есть травничество здесь может быть. Вот всё, что связано как раз с землекамней, конечно же. Давайте смотреть, что у нас по тёмной стороне, потому что по светлой я здесь вообще пока мало что могу сказать. Но здесь на самом деле человек уже, знаете, его уже поставили на его путь. Вот по этой позиции. А здесь поставили на путь. И вот как будто человек... Да я знаю всё про себя. Да, это я вот я этим занимаюсь. Мы будем чётко информацию. Смотрите, какая история здесь может быть по вот этой позиции. По вот этой позиции может быть... Как может проявляться, да, и как может закрываться вот этот дар? Ну, во-первых, когда вы берёте не своё. Что значит берёте не своё? Вот у вас есть ваше предназначение, да, вот в этой сфере работаете? Вам чётко сказали. А вы начинаете, извините за выражение по разным эгрегорам, по разным системам, что-то там пытаться что-то объединить и так далее. Вам вроде кажется, что вы знания получаете. С другой стороны, вы просто свои разбазариваете. Вы знаете, вот есть как бы ваше. И вот вы в этом развиваетесь, потому что здесь действительно очень не сильно идёт поддержка от Матери-Земли. Вы знаете, здесь же такие медитации, когда советуют просто вот ногами, ну, мысленно, да, там хотя бы там стоять на сырой земле, и вот земля как раз получается напитывает тебя энергией. Это вообще вот ваша история. Вы ещё хорошо заряжаетесь, а вам там пасеком нужно ходить. У вас очень хорошая связь с землёй. Вот. А когда вы начинаете просто разбазариваться на какие-то другие эгрегоры, на какие-то там другие там школы и что-то ещё, ну, может, магические, да, там, а вот это вот я хочу попробовать, а вот здесь мне тата-хилинг нравится, а вот тут вот ещё, это вообще не ваша история, потому что она как раз говорит о том, что вы и время своё там воруете ресурсы. У вас очень плотное предназначение. Ну, то есть оно одно, понимаете? У вас нет такого, что вас, ну, как бы помотать, знаете, должно, чтобы вот сюда прийти. Изначально вы с очень плотными корнями, у вас связь с родом очень классная. Вот. А вы, вот как мне просто подсказывает, простите за мой французский, просто страдаете фигнёй, когда вы просто берёте не своё, идёте не туда, куда вам надо. Да не надо так делать, потому что, ну, как бы у высших сил тоже, знаете, терпения не безграничные. И поэтому, конечно, они могут немножко вам давать по носу, да, так щёлкнули и отправили обратно к себе. Поэтому вот это ваше, а больше никуда. Ну, я, конечно, могла ещё сказать, что по позиции вора вы там сами себя обкрадываете и так далее, но я здесь не буду это говорить, потому что здесь вообще идёт чёткая информация, что вы просто мечетесь не в том направлении, а своё направление при этом знаете. Оно вас, знаете, вот, ну, стоит вас и ждёт фактически. Не знаю где, на перекрёстке, может быть. Так, позиция номер три. О чём вы хотите высшим силам сказать? Битвы экстрасенсов смотрели? Помните, там был этот мистик, который с вами Даши? Ну, наверное, смотрели, потому что если вы Таро онлайн смотрите, вероятно, в теме, да. Вот когда вот он кружился, да, вот эти вот все эти суфийские танцы и так далее, здесь как раз о чём может говорить вот эта позиция, что у вас как раз есть склонность к разным философским наукам. Но вы знаете как, вы больше человек всё-таки знания, у вас вот такой очень интересный микс, вот наука, религия, вот вы приходите к знанию через опыт, да, там, через посвящение, не, у вас это не, как сказать, не короткие, это у вас не импульсный какой-то путь, что там опытом по голове, там, да, далее сказали, что вот, род сказал тебе, что надо заниматься. Нет, у вас свой собственный путь, там, путь созерцания, там, путь медитации, да, и при этом вы к состоянию мистика этого должны прийти, то есть оно вам не сразу, не сразу даётся, да, и не сразу есть понимание вообще, там, как выйти в более высокие, высокие сферы, вот, и вы через опытным путём, понимаете, там, через медитацию, через знания, через осознанные сны. Вот у вас, кстати, как раз вероятен такой вот путь, что вы через познание идёте, к истине идёшься, ну, к пониманию себя, да, кто вы, то есть вот такой человек, который вопрос задаёт себе, кто вы, да, кто я, да, и начинает прислушиваться, что сердце ответит, да, что высшие силы подскажет, что там мир тебе нашепчет в ушко, здесь вот, знаете, такой потлевым, я бы так сказала. И вот по вот этой позиции, если мы говорим, как может реализоваться, да, вся эта история, это как раз цигун, это рейки, это работа с энергиями, вообще вот, ну, сто процентов, это вот как раз, ну, духовные практики. Давайте посмотрим, что нам мешает реализоваться, да, почему наш путь такой, долг, долг, тернист. Понятно, смотрите, у вас здесь очень интересная история, я её очень часто вижу у бизнесменов, которые, в принципе, это себе уже какой-то пласт, фундамент денежный построили, им вроде как нужно уже уходить в духовность, да, и разрешают, вот, но вот это вот как бы борьба внутренняя, да, внутренние страсти, там, внутренняя зацикленность на материальном, оно не даёт как раз, вот, ну, духовной реализации. И при этом в жизни, кстати, происходят такие события, которые вот всё время этой духовности мешают. И как человек вообще уходит в духовность, да, уходит там в всякие практики эзотерические, да, кем он там, собственно, может быть в этом направлении, когда его лишают благ каких-то материальных, да, или, например, там, девочка-любовь там сильную потеряла, ну, вплоть до того, что там совсем летальный исход, да, деньги там потеряла, что-то с детьми случилось, там, может быть, там, бесплодие, то есть какие-то ситуации, которые её приведут к поиску вот себя, да, и это как раз вот такой путь, что если вы, ну, как сказать, быстро не осознаете, куда вам нужно двигаться, да, и там свет, там, вот в эти энергии и так далее, то вас очень сильно будут по вот этой позиции наказывать, то есть у вас просто, знаете, это вот третий вариант вас уже просто выталкивает в это состояние, а вы знаете ещё, почему сопротивляетесь, потому что вы не понимаете, что деньги могут дружить вполне с духовными практиками, вот, и вы, вероятно, просто очень сильно от этого закрываетесь, да, потому что не можете помереть материально и духовно, а ведь если человек очень серьёзно прокачан на духовном уровне, у него вообще как бы, ну, не то, что потребностей нет, у него страха нет в материальном, потому что, в принципе, у него всё хорошо, у него во всех сферах всё развито, это как раз есть, наверное, такой, знаете, некий высший путь, это же не всегда про эскетизм, да, это именно про такой высокий уровень, и при этом вам очень многое дано, вы же понимаете, да, что у вас это в душе есть, у вас есть вообще все эти качества, просто к ним нужно прийти через проработку вот этого негативного момента, я вот специально, кстати, вам негативные моменты закрываю, чтобы вы понимали, кто вы есть на самом деле, да, кто вы есть, да, ваш свет вашей души, так, смотрим четвёртую позицию, четвёртая позиция, кто ко мне пришёл, ко мне пришли люди, чья задача быть проводником и при этом быть беспристрастными проводниками, беспристрастный проводник, что это означает? Это означает, что человек не осуждает ни светлые, ни тёмные, да, то есть он, знаете, вот как на границе миров находится, и как раз к нему могут переходить люди, там, допустим, за инициацией, чтобы, может быть, вот он, он действительно проводник, он просто проводит информацию, при этом он её проводит в балансе, видите, у него, в принципе, третий глаз, вот оно получается, луна, да, солнце, там, тёмное, светлое, он никого не осуждает, то есть даже если человек, там, чем-то негативным занимается, там, знаете, как мы вот любим, там, посплетничай девочкой друг от друга, а вот она на него, там, приворот делает, да, или там ещё что-то, фу, там такой быть, ну вот мы никогда картину мира не знаем, да, почему так происходит, и вот как раз ваш совет, ваша позиция, что вы никого не судите, вы понимаете, что в мире возможно разное, да, что без светлого, как бы нет тёмного, вы действительно проводник, я не могу сказать, что у вас вот прям какой-то, какой-то мощный дар, там, в какой-то области, вы больше знаете такое, как вот некое радио, да, когда вы транслируете информацию, здесь там понятие хроники Акаши и так далее, да, информационные различные поля, вот это как раз ваша история, что вы подключаетесь к прямому источнику знаний, это очень сильно развита интуиция, всегда, да, и поэтому, если оно у вас есть, там, есть вещи и сны, вы этого не бойтесь, вы абсолютно не сумасшедшие, у вас просто, ну, как сказать, у вас это развито всё, изначально у вас это развито, давайте смотреть, что этому может мешать, кстати, четвёртый вариант, вот какой-то прям мне очень родной, потому что я тоже знаю, что я проводник, я просто провожу информацию, абсолютно никого не осуждаю, вы не представляете, с чем мне иногда приходится работать, так, смотрим, какая тень нам мешает проявляться, да, смотрите, здесь тоже может быть очень сильный перекус с духовностью, сейчас расскажу, как это проявляется, да, это тогда, когда нам кажется, что у нас есть дар, что мы, например, на работе у Бога, да, и мы начинаем где-то там, в какой-то момент там спрашивать, да, зачем ты ко мне приводишь этих людей, почему я нахожусь в постоянном состоянии спасателя, да, я же уже, ну, почему, когда мне нужна помощь, мне ее никто не оказывает, почему я это должен там делать, ну, я что, у тебя там на работе нахожусь, и при этом мы понимаем, что это же наша действительно просто позиция, да, это наша позиция, что мы не принимаем вообще вот как бы наш дар, наше духовное предназначение, по вот этому, нас оно мучает, нас оно тяготит, мы не видим в этом, знаете, ни кайфа, там ни просветления, там ни денег, там ни здоровья, да, и чем сильнее человек зажимает в себе вот эту историю, вы поймите, как бы, ну, вы есть такой человек, это на самом деле прекрасно, что вам открываются разные источники информации, и вы этого не бойтесь, по вот этой позиции, конечно, вы можете бояться, можете бояться, поэтому посмотрите, как это все проигрывается, вот, видно, я думаю, видно, да, такие очень, знаете, диаметрально противоположные, я хочу, чтобы вы их рассмотрели, да, потому что он прекрасный, на самом деле, позиция, вот уходите из состояния вот этой жертвенности, не думайте вообще, что на вас взвалили, знаете, некий крест, дар, потому что многие так думают, да, зачем мне этот дар вообще, что вы от меня все хотите, почему я должен вам служить, человек действительно уходит вот в это состояние мученика, а когда уходит в состояние мученика, он сопротивляется, и вот эти вот хорошие, правильные энергии и поддержка, он ее просто не видит и не слышит, а у вас все хорошо, у вас очень хорошая миссия, быть проводником, давайте смотреть дальше, у нас было 4 варианта, у нас осталось еще 4, посмотрим, кто же ко мне еще пришел на просмотр, кому я должна дать обратную связь, отлично, этот человек-любовь, при этом, смотрите, как бы абсолютно в разных проявлениях, потому что это изобилие, это могут быть женские тренеры, это может быть тантра, это могут быть тоже, опять же, различные духовные практики, но всегда это как-то связано с женственностью, и я вот сейчас, знаете, меня просто раздирает любопытство, какая может быть теневая часть, которая блокирует нашу женственность, и знаете, у меня как было такое, я вообще не удивлюсь, что сейчас выпадет какой-нибудь мужской архетип, когда женщина просто не понимает своей там природной энергии, да, и прячет ее, давайте сразу посмотрю, и потом там характеристику, конечно, смотрите, здесь женщина очень боится этих проявлений, потому что у нее очень сильно, очень глубинно развиты такие вот три мощных качества, это материнство, это, то есть она может быть действительно очень хорошей матерью, это женственность, как вот, ну вот, знаете, можно тоже сказать, да, что это качество, и это сексуальность, и когда она неправильно ими распоряжается, а вы действительно распоряжаетесь ими неправильно, не совсем правильно, вам через вот эту негативную тень, как раз нужно выйти к пониманию вообще себя, как она может проявляться для вас, да, почему вот вы сейчас не женский тренер, там, я не знаю, не сексолог, там, духовные какие-то практики, связанные с тантрой, почему вы это все не ведете, да, не выходите в это состояние, потому что вы себе это запрещаете, вы по террористу действительно разрушаете, вы можете разрушать свою женственность, прятать сексуальность, да, то есть мы здесь на самом деле подрываем свою женскую природу, а здесь вот у меня прям проигрывается женщина-женщина, как бы вы там, я не знаю, не плевались, не ставили дизлайки, я вот от своего не отступлюсь, здесь действительно женщина-женщина, и поэтому она как раз, все, все, что связано с женской магией, да, это все вот ее истории, женская магия, она вообще по-разному может проявляться, где-то в духовных практиках, где-то действительно мы как-то ритуалим, но это уже от вас зависит, здесь как раз вам дано, любовная магия, кстати, да, здесь еще по вот этой позиции, когда женщина находится вот в этом состоянии, она у мужчины может очень сильную энергию поджирать, помните, были такие сущности, инкубы и суккубы, то есть женщина, которая поджирает в процессе там, сексуального слияния с мужчиной энергию, да, как бы суккуб, вот, и здесь как раз такая, знаете, может проигрываться история, что мужчина после вас может быть опустошен, как-то, там голова болит, или там нервный, ну, то есть вы можете даже не замечать, а он может говорить об этом, это тогда, когда вы находитесь вот здесь, а вам нужно выходить вот в это состояние, вот, и когда вы в этом состоянии, вы действительно творец там в своей жизни, вы вдохновлять можете, да, и там деньги материализовывать, и, кстати, по вот этой позиции, если мы буквально будем смотреть, это очень правильные и грамотные ведические астрологи, это тоже вот ваша история, кстати, по вот этой позиции, там где справедливый, там тоже, кстати, могут быть ведические астрологи, что-то вот как-то мне прям информация пошла, давайте дальше смотреть, здесь мы можем сказать, что в принципе человеку дано очень много изначально, простите, раз, два, три, какая позиция, раз, два, три, четыре, пять, шестая позиция, шестая позиция, здесь человеку изначально очень много дано, потому что он уже изначально вообще как бы творится там в своей реальности, вот, а о чем это говорит, это говорит о том, что с рождения, скорее всего, вот человеку дали понять, ну как бы, даже по сути, наверное, инициация-то не было, он сразу же, волшебная девочка вообще родилась, допустим, все мальчики просматривают, волшебный ребенок, как Гарри Поттер с этой, с молнией во лбу, вот, то есть, в принципе, здесь, то, что вы немножко странненький, вот, ну по отношению там к другим людям, вы, наверное, в детстве-то вообще знали всю эту историю, да, но здесь как бы маг, я, ну что еще могу сказать, маг, это, я не знаю, высшая каста, если вы в это верите, да, что есть там воины, там маги и так далее, жрецы, вот, как бы вы, вот изначально ваша душа очень мудрая, там, очень претерпела, может быть, в прошлых воплощениях, если вы верите, там, сражение с нечистью, прокачала себя, там, да, вот, и самое главное, что вот в этой жизни вы знаете, как поступать, у вас очень сильно это развита интуиция, опять же, могут быть прям какие-то волшебные способности, вас могут ввести, например, там, высшие силы, давайте смотреть, почему мы можем это закрывать, да, и не видеть для себя, а при этом, кстати, по этой позиции у вас может быть развита, кстати, еще и мужская энергия, то есть это сильно, знаешь, такая внутренняя сила, у меня есть знакомая ведьма в Израиле, ну, она в обычной жизни психолог, соответственно, но, видимо, как-то у нее начинают включаться такие эти ведьминские эти моменты, ну, как бы опыт не пропьешь, но при этом она по роду, и она не, там, не принимает людей именно как целитель, там, как ведьма, а она психолог, вот сейчас многие же психологи прячутся, сейчас, вот, и у нее действительно как раз по роду вот эти наработки по магу, да, и вот люди, у которых вот все вот эти вот третьи глаза открыты, там, наработаны, вот как мы с вами, да, когда мы понимаем, что у нас, мы немножко странненькие для общего мира, вот, а они ее чувствуют, вот именно такие как бы притягиваются, вот она вроде как психолога, лечит тоже, вот, фторологов, там, ведьмы различных и всяких, ну, лечит, я имею в виду, что консультирует, так что я хочу сказать, что свои видят своих издалека, вы можете даже сами как-то отследить, да, что как только у нас начинают просыпаться способности, да, у нас начинает информация приходить, проводники появляются, так вот, по, как это может проигрываться для вас, это может быть внутренней энергии, люди вообще ощущают, что они как с камнем, как со скалой разговаривают, знаете, вот вас не сдвинешь, вот такой монумент, внутренний, при этом вы можете быть абсолютно хрупкой девочкой, там, с большими голубыми глазами, внешние кудряшками, да, но при этом от вас ассоциация, что вы просто камень, сейчас расскажу, как это может мешать, да, и какие негативные мысли могут отталкивать вас от того, чтобы вот выйти в это состояние, да, такой некой верховной магии, я бы так сказала, ой, тут такая история, что вы можете на самом деле закрывать для себя пространство вариантов, да, по критику, что это такое, мы же все прекрасно понимаем, что будущее вариативно, да, что у нас каждую секунду бесконечное количество вариантов, а у вас есть такое, знаете, есть мое мнение, есть неправильное, есть момент осуждения себя, есть момент, что я недостаточно хорош, ну, то есть, в принципе, вот эти вот все элементы, которые можно встречать у критика, да, то есть, мы себя критикуем, жизнь критикуем, самоедством занимаемся, и при этом не понимаем, что у нас вот такие способности, как у этого критика, просто самозванца нужно куда-нибудь засунуть там глубоко-глубоко в какой-нибудь ретроградный Меркурий, потому что здесь вообще все хорошо под этой позицией, вот, нужно бороться с комплексом самозванца, нужно здесь понимать, что вы очень мудрая душа, у которой есть как раз наработки из прошлых воплощений, вы пришли уже сюда мудрыми, понимаете, сами по себе, а когда вы себе не доверяете, вы себе критикуете по вот этой позиции, тогда вы перестаете получать поддержку высших сил, и ваше будущее, знаете, оно как, оно схлопывается, да, и вот, если вы там как-то себя обвиняете, что у вас не так все хорошо в жизни, это потому что в вашей буйной головушке очень много, соответственно, волшебных тараканов, да, душем тараканов, мы выходим в это состояние мага, творца реальности, начинаем людям помогать, и при этом, знаете, мы здесь по этой позиции как людям помогаем, мы из состояния изобилия, потому что здесь, это очень такая вот прокачанная позиция, наверное, изначально такой проблем с денег сильно не должно быть, то есть, если у вас проблемы с деньгами, и при этом вы может быть там где-то чем-то занимаетесь, там, или какие-то там донейшины, или может хотите там только выйти в это состояние, это как раз вот потому, что у вас это ваша внутренняя критика, он вам мешает, он мешает проявить как раз вашу внутреннюю силу, это может, кстати, перерастать в внутреннюю агрессию, поэтому обратите внимание, так, один, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой, восьмой вариант, у нас остались, итак, седьмой вариант, седьмой, седьмой волшебник наш, так, только что задавала себе вопрос, почему в основном пришли ко мне все войны света, да, а где же наши темненькие-то, кроме первого варианта, а вот здесь вот такая история, что несмотря на то, что вы шаман, творец реальности, вот что означает шаман, да, вот если вы не знаете, потому что, ну, каждый же свое вообще закладывает, это опять же проводник между мирами, в первую очередь, а это же не всегда проявляется, что вы должны в лес уйти, понимаете, потому что многие мне вопрос задают, если у меня предназначение быть шаманом, да, неужели мне нельзя быть в городе, там, например, или как, как это вообще все реализовать, потому что шаман, это всегда у себя связано, опять же, с природой, да, но здесь именно такая история, что у вас просто на самом деле связь развитая, вы можете как бы в разных мирах находиться, это опять же осознанные сновидения, да, это, например, если вы очень сильно прокачаны, вы прям в эти, ну, медитации впадаете, вот прям путешествуете там между мирами, вот, и вот эта история у вас на самом деле очень сильно развита, будете ли вы людям помогать, да, на самом деле здесь вообще зависит от вас, ну, здесь вот самое ключевое, это развитая интуиция, это как раз возможность путешествовать в разных там вселенных мирах, осознанные сновидения, управления сновидениями, если вы действительно понимаете, что ваш путь шаманический, да, уже там, то здесь уже вот это вот, как она называется, айяваска, которая вот, айяхуаска, вот это вот, это тоже все возможно, и паломничество, и уехать куда-то, допустим, посвящение принять, бывает такое, знаете, опять же из моей истории, человек долгое время работал на систему, а потом поехал просто с другом, принял посвящение на Алтай, и все, у него вся материальная история, вся посыпалась, вот, и все, и он просто вынужден был быть как раз вот этим вот практиком, шаманом, было очень много негативных моментов, с этим связано с принятием дара, потому что это всегда очень сложно, да, это нас просто всегда из зоны комфорта вытаскивает, но если мы души свою не развиваем, то, как правило, очень сильно бьют по материальному, там была как раз вот эта история, давайте смотреть, если у вас вот эти способности есть, вы, кстати, по вот этой карте очень можете любить животных, прямо напрямую, потому что это же у нас все равно с животным миром, да, связано, с собачками, с кошечками разговаривать, и с деревьями, и чувствовать, и по вот этой позиции у вас может быть, кстати, неосознанная тяга к, там, веганству, вегетарианству, то есть вы можете, ну, то есть не понимать, но отказаться от мяса, именно потому что вот чувствуете там все живое, у вас связь налажена, такое тоже может быть, у всех же по-разному, да, вот, давайте смотреть, что нам закрывает вот этот путь, или почему же вы его боитесь, или, ну, какая такая история, темная, да, связана с проявлением этого седьмого варианта. Знаете, вот иногда, иногда карты, действительно, они говорят буквально, потому что, опять же, по вот этой позиции, я только что вам рассказывала историю, когда человек бросил систему, там, бросил бизнес, ушел в шамана, и здесь вот, правда, может быть такая история, что вы где-то работаете на серьезной должности, и при этом не можете позволить и разрешить себе какое-то духовное развитие, такое тоже может быть. Как еще может проигрываться? Это может проигрываться, что вам закрывают дар, потому что вы недостаточно чисты, да, потому что вы людьми манипулируете, потому что вы жар чужими руками загребаете, знаете, вот когда вы еще не готовы, не готовы принять, но при этом у вас есть вообще вся эта история. Здесь не хочу, простите, говорить долго, потому что очевидно все, напишите мне в комментариях, потому что, прям, знаете, вот как, опять такая тяжелая энергия пошла, босса, такая каменная. Так, следующий вариант, и он же последний, восьмой вариант, мы смотрим, кто к нам пришел, какие у вас способности. Вы, наверное, сейчас смеяться будете, но в современном мире с вот этой вот историей, кстати, очень часто связаны тетахилеры. Вот опять же, из моей практики, я не знаю, просто каждый третий, кто вытаскивает вот эту карту, когда мы работаем с тенями, архетипами, это тетахилер. Ну, может, это, знаете, такая некая современная интерпретация, вот когда мы там руками лечим, или, например, девочка получает диплом массажиста, она понимает, что ей не хватает, да, она начинает изучать там аксесс-бары различные, да, рейки, цигун, это же тоже вот эта вот вся история, да, это может быть биоэнергеты, биоэнергеты, опять же, чистой воды. Это травники могут быть, ну, то есть, всегда это идет про лечение, но это же не всегда лечение тела, это же еще лечение души, поэтому это могут быть хорошие психологи, которые, например, знаете, вот, человек-психолог, вот как я рассказывала, да, шифруется в психолога, на самом деле есть дар целителя, люди тоже это чувствуют, чувствуют, конечно же, по энергетике, потому что энергетика очень сильно чувствуется у этих людей. Давайте посмотрим, почему вы можете не выходить в это состояние. что мешает вам, да. Сильная такая карта достаточно, а знаете, почему она сильная? Потому что она несет в себе очень много ресурсов. Тень сироты, она одна из самых ресурсных в колоде, и она проигрывается по-разному, ну, во-первых, это может буквально означать, то, что у человека достаточно тяжелая судьба, да, это в детстве ранний уход родителей, потеря, там, детский дом, интернат, непонятость с верстниками, и вот это внутреннее одиночество, оно остается. Вот это внутреннее одиночество, оно, конечно же, мешает реализации, потому что для того, чтобы лечить, нужно к людям выходить. Видите, здесь же женщина, она руку протягивает, вот, а по вот этой позиции, к людям вообще не хочется уходить. Это может быть действительно человек-интроверт, это человек, которого общество не понимает, не принимает, да, вот, это человек, который вот ему скажет, что тебе надо лечить, он думает, я этих людишек буду лечить, да, вот они все там неблагодарны, это вот одна история, вот, а это еще, когда человек не верит в собственные силы, вот, знаете, есть дар, и при этом люди даже знают, что дар, да, и готовы к этому человеку обращаться, вот, а он сам себе не разрешает, он пока сам себе не разрешит, конечно, инициация тоже не произойдет, потому что, ну, как бы высшие силы очень всегда справедливые, благородные, вот, как бы, они никогда не дают человеку не по силам, понимаете, а вот здесь вот как раз такая история, что, может быть, не по силам, это очень сильно связано с родом, вот, это очень сильно, вот, с какой-то такой родовой историей, может быть, вам нужно там сходить на расстановки, я не знаю, может, как-то через медитацию, через прощение, у каждого свой путь, вот, поработайте, потому что здесь вам как раз вот этого внутреннего ребенка нужно исцелить, да, и вот этот внутренний ребенок как раз вот трансформируется в очень мощного целителя. Здесь же целители могут быть пространство даже, они как-то и с бизнесом, это тоже может быть связано. Какие-то, допустим, я не знаю, дыры больные в бизнесе исцелить — это тоже лекарь, это тоже целитель. Хороший, кстати, такой мощный, достаточный архетип, но я понимаю, что очень сложно выйти в это состояние по вот этой позиции. Очень много здесь ресурсов, понимаете, потому что здесь любовь освобождается, когда мы работаем с этой тенью. Здесь происходит выход на новый уровень сознания, потому что начинают способности открываться. Здесь мы получаем поддержку не только от мира, но ещё от высшей силы, потому что высшей сил на самом деле на вас очень серьёзные такие планы. У вас миссия, при этом миссия достаточно серьёзная, она уже предопределена для вас. И поэтому, как бы вы там ни бежали и ни прятались, у вас всё равно тоже будет возвращать на вот эту позицию. Расскажите, мне очень интересно, как это у вас проигрывается, как это у вас в жизни происходит. Мы с вами рассмотрели 8 вариантов. Я напоминаю, что тайм-коды в описании есть. Вы можете и себя посмотреть, и близких, например, посмотреть. Но самое главное, делайте, пожалуйста, это с согласия, ладно? Чтобы мы не вторгались в чужое информационное поле и личные границы без разрешения, чтобы нам потом, знаете, не прилетело от высшей силы, поэтому только с разрешением мы просматриваем. Помним об этом. Хоть всю семью просмотрите, если вы чувствуете, что у человека там есть способности. Можно свой вариант посмотреть, да, и спать спокойно, и получить уже, наконец, ответы, на которые долгое время оттает. Ты уже там спрашивал, соответственно, высшие силы, они не отвечали. Вот здесь можно всё это посмотреть, почитать. Спасибо за внимание. Поставите колокольчик, значит, подпишитесь на уведомления. Если подпишетесь на канал, впереди будет очень много авторских, очень интересных раскладов. С вами была ваша нейроведьма Светозара.